Вопрос в том, простите меня за вызов, который я хочу вам бросить сейчас. Видели вы или вы действуете на конъюнктуру существующую? Вот это вот выбор, который все равно должен быть. Причём этот выбор не зависит от нашей роли в обществе, зависит от нашей жизненной позиции в обществе. Слушайте, один пример хочу вам рассказать относительно выбора жизненной позиции. Я год назад проводил программу в Уфе и узнал там один очень интересный случай. Есть такой общероссийский проект «Общее дело». Видите, вы кто слышал об этом? В общем, вот такой благотворительный проект. Это проект, в котором множество волонтёров действует в разных городах, и они доносят до людей, до детей, до взрослых, насколько пагубное разрушительное влияние на жизнь человека оказывает алкоголь, наркотики и табак. И показывает некую альтернативу в эту обществе. И случай в Уфе. Я знаком с женщиной, которая является координатором этого проекта в Уфе, она наша студентка, она учится в нашей школе. У неё сын, сыну было в тот момент, когда было два назад, 12, кажется, лет. Он, естественно, знал о том, чем занималась его мать, что она проводила эти разные какие-то программы, рассказывала людям какие-то ролики, фильмы показывала, обсуждала с разными аудиториями. И он в этот момент подошёл к матери и сказал, «Мама, я хочу тебе помогать». Мальчик, 12 лет. Она посмотрела меня так удивлённо, спросила, «Ну, как ты это будешь делать?» Он сказал, «Дай мне эти ролики, фильмы, я покажу их в своём классе». Я посмотрел на него удивлённо, он так решительно говорил, там хорошо, бери, пожалуйста, потом расскажешь, мне очень интересно, что у тебя получится. Причём он приходит в свой класс, ставит все эти сюжеты и начинает обсуждать со своим сердцем, например, все эти вещи. Итогом этого было то, что, по-моему, три или четыре человека из его класса потом подошли и сказали, «Мы хотим делать то же самое». Так у них появилась маленькая команда детей, 12 лет, которые стали ходить по школам, и в классах с другими детьми, с верстниками стали обсуждать эти темы. Как вы понимаете, команда стала вести. Потому что к ним стали подходить ещё там подростки и говорили, «Мы хотим тоже это сделать». Началось такое достаточно большое движение с течением времени у подростков, которые учились. Но я вам сейчас хочу рассказать один эпизод, который случился спустя некоторое время после этой неожиданной просьбы сына. Ей звонят, она поднимает, ну не поднимает, а нажимает телефон, начинает говорить, какой-то мужской голос такой говорит ей, «Мы вот услышали, что вот есть такой проект, что вы им занимаетесь, вы могли бы приехать к нам? У нас много мужчин, мы хотим, чтобы они узнали всё это». Она говорит, «Да, хорошо». Я говорю, «Хорошо, вызывайте адрес, мы пришлём машину, вас привезут, всё, ни о чём не успокойтесь, мы очень заинтересованы, чтобы вы провели у нас вот эту программу». Она говорит, «Да, хорошо». И сын, как раз получив это первое вдохновение выступления в разных школах, он говорит, «Маме, можно я с тобой поехал?». Я говорю, «Ну хорошо, поехали вместе». В общем, к ним приезжает машина, их везут, вывозят за город, куда интересно мы едем. И вдруг неожиданно она начинает понимать. И это понимание становится очень явным, когда она видит воинскую часть, куда они приезжают. И вдруг она понимает, что за аудитория, её будет ожидать. Какие у неё такие возникают странные чувства, как она этой аудитории всё это будет объяснять. Она понимает слова, «У нас мужской коллектив». И они очень нуждаются в этих знаниях. У неё как-то начинают приходить с ныску всего происходящего. Ну что дальше? Её приводят в большой актовый зал, сын идёт рядом, этот мальчик 11-летний. Она заходит в зал и видит примерно 150-170 человек, офицеров, высший командный состав. И она понимает, что она им должна объяснять, что пить — это вредно. У неё как-то начинают немножко так, какие-то странные ощущения в ногах появляться, какая-то слабость в теле. И она чувствует, как сын её дёргает за руку, и она поворачивается к нему, он смотрит на неё и говорит... Он почувствовал весь его настроение и говорит ей, «Мама, можно я эту программу проведу я?» У неё ничего как бы, она не может им даже ничего сказать. И он понимает её молчание как знак согласия. Выходит в центр зала, берёт микрофон и начинает вести эту программу. Полтора часа эти самые офицеры слушают его без единого дойти вслуха. Пусть из этой игры. Когда он закончил, они встали все как на одном дыхании и стали ему аплодировать. Минуты три-четыре аплодировали просто. Потом тот самый предполковник, который вызывал эту часть, в конце он подошёл к ней и стал сжать её руку и говорить, его воспитали настоящими. Давайте разберёмся. Мы с вами подстраиваемся под существующую культуру, которая достаточно агрессивная сейчас. Но мы её создали в своей жизни, своими действиями? Или мы начинаем формировать другую среду? Вопрос позиции нашей. Это зависимая позиция или это лидерская позиция? Потому что лидер, неважно где он, в политике, в бизнесе, в семье, в какой профессии, он формируется его, а не подчиняется. Это лидерская позиция.